Музыка Вот был вопрос по поводу договора. По поводу вашего обращения, я, знаете, эту тему коснусь немножко чуть дальше. По поводу, значит, договора управления над квартирным домом. Эту информацию можно стирать, да? Вообще, возьмем ситуацию. Вы покупаете жилье где-нибудь в каком-нибудь доме. И вы, по большому счету, вроде бы, не имея никаких отношений с управляющей организацией, тем не менее, эти отношения у вас получают уже через месяц. Откуда они получаются? Дело в том, что жилье не может быть неуправленным. То есть, любой жилой дом, он подавляющее большинство, не все. Есть, например, такие, в некоторых муниципальных образованиях Арханецкой области, деревянные дома, которые, к сожалению, никому не нужны. Непосредственно управление там не оформлено, да? И, соответственно, оно как будто подвисло. Но есть особый вид договоров, которые вы заключаете, как только вы сделаете один платеж. Иными словами, вот вам, положу, пришла платежка за содержание ремонта текущей, вы ее пришли и оплатили, с этого момента ваши отношения с управляющей компанией заключены. Вот есть управляющая компания. Я буду делать упорную управляющую компанию. По поводу минусов ТСЖ, и, кстати, еще один минус вам скажу. Очень многие, скажем, исследователи вот этой, да, проблематики ЖКХ отмечают, что ТСЖ, эта форма-то, с одной стороны, она такая интересная, а с другой стороны, где найти такого опытного специалиста, который живет в этом доме, который будет сам заинтересован. Потому что, например, вот Мария сказала по поводу одного дома, я еще знаю два дома, где, по сути дела, самоуправство вообще по полной программе. Не буду называть, не буду называть, но это такая, да? Вот управляющая компания. Значит, вот вы, условно говоря, вот ваш, ваша квартира, вот ваша, соседей, вот еще соседей. С каждым, несмотря на то, что у вас договора в руках нету, но с каждым из вас, из собственников, да, заключается у управляющей компании договор. С каждым. Значит, в июле 2016 года введена в полный, значит, полный рост такая система, называется она ГИС-ЖКХ. Вы можете ее найти в интернете. Так вот, в соответствии со стандартами раскрытия информации, каждая управляющая компания, помимо общей информации о себе, обязана эти документы выкладывать вот сюда, из ЖКХ. То есть, условно говоря, вы в эту систему заходите, это вы просто в кольской системе любую вводите, там выходит, значит, вот этот вот сайт, вы там ищите свой дом, по своему дому ищите какая-то управляющая компания. У управляющей компании название, значит, копии договоров, подрядной организации, вся исчерпывающая информация, которая вам будет полезна. Но для того, чтобы вам обращаться, положим, тот же самый ГИС-ЖИИ, прокуратуру, суд и так далее, этой информации будет недостаточно. Что мы тут можем сделать? Мы можем сделать письменное обращение в адрес управляющей компании, просим, значит, на имя, понятно, руководителя, уважаемый Иван Иванович, просим мне, как собственнику жилого помещения, номер такой-то в доме таком-то, выдать копию договора управления многоквартирным домом, подпись даты. Вот по этому обращению вам обязан, в апреле управляющей компании, этот договор вылить. Он, на самом деле, ну, я вот свой договор видел, там где-то порядка, там, страниц 12. В этом договоре детализируются многие моменты. Вот открываем, открываем первую страничку. Постановление номер 290. Вот вы его увидите, ну, где-то посередине. Постановление Российской Федерации, представитель Российской Федерации, 3 апреля 2013 года, номер 290. Оно называется «О минимальном перечне услуг и работ необходимым для обеспечения надежащих снижения общего имущества многоквартирного дома и порядка их оказания». Что это за постановление? Вот это очень важный момент. Дело в том, что почти в 99% жилых домов города Рахангельска вот этот договор не исполняется. А не исполняется, потому что мы сами в этом, по сути дела, способствуем этому. Вот на основании вот этого постановления номер 290 в договоре, да, должен быть вот этот перечень работ весь указан. Мытье, влажное мытье, значит, влажная уборка подъезда, влажная уборка стен в подъезде, значит, уборка снега, там, скажем, около кольцов, около кольца и так далее. Вот все вот эти работы, вы можете открыть это постановление, посмотреть, какие работы вам по дому должна делать управляющая компания. В интернете это точно есть, да? Есть. Запросить управляющей компании ваш договор и вот эти вот два документа сравнить, что должно быть в договоре и что и чего нет. Что в этом случае, если каких-то позиций нет, что надо делать, менять договор. Очень часто, значит, очень часто случается ситуация, она вообще подавляющая, вот по моему опыту, в подавляющих живых домах. Есть, значит, договор, прописаны благие вот эти вот моменты, исписан подъезд, значит, исписан лифт, ничего, каждый день должен убирать лифт влажный, да? Ничего такого не делается, а мы за это платим. Я плачу за это почти 1100 рублей. Что в этой ситуации делать? Значит, в Российской Федерации складывается судебная практика. Давайте я сначала расскажу по поводу снега. Очень такой вопрос, как бы сказать, актуальный. И, кстати, еще момент один. У нас в этих же списках постановлений, сейчас я покажу, по-моему, 354-е постановление тоже на сверху. Там, помимо вот этих вот услуг, еще указан список общего имущества. То есть буквально вот перечислено, какой должен быть список. То есть это подвал, подъезд, трубы, значит, еще что-то. В этот же список, по идее, должен был бы быть включен участок под вашим домом. Мы этим вопросом занимались почти везде. Вот представим, вот этот, там, скажем, такой девятиэтажный дом, да? Вот этот дом. Вот участок под домом, он должен быть включен в список общего имущества. Так вот, из-за того, что ни жители, значит, домов, ни администрация города Архангельска этим вопросом не занимались, по сути дела, столько времени, да, с момента применения нового жилищного законодательства, что получилось в начале 2017 года. Вот, предположим, вот мой дом, да? Вот идет, предположим, какой-то участок, а вот здесь идет дорога. Ну, просто вот дорога, да? Вот здесь подъезды какие-нибудь. Под моим домом точно так же вот этого участка нету, как и под всеми остальными. То есть, выделение этого участка это специальная процедура. Необходимо, чтобы был присвоен этому участку кадастровый номер, необходимо, чтобы было право собственности оформлено на участок. Этот участок, во-первых, не включается в список общего имущества, а так как он не включен в список общего имущества, получается парадоксальная ситуация. То, что мы, значит, ругаем управляющую компанию, что они нам не чистят, значит, подъезды и проезды вдоль домов, а у них вполне законный вопрос. Ребята, нам что чистить? Вы нам скажите, где ваш участок, где нам чистить? Понимаете, это парадоксальная ситуация, с которой наши великие чиновники столкнулись только в 2017 году. Да, но деньги там не высчитывают. А вы узнаете, за что они высчитывают? За это ли? За это ли? Замечательно. Вот это можно в частном порядке обсудить. Может быть, у вас этот участок выделен. Но вот 97% по данным... У нас правительство области. Посмотрите. Значит, у нас по правилу все имущество, значит, слово забыл. Значит, вся территория города, она либо, скажем, ну, скажем, такая нераспределенная, слово забыл, как оно правильно называется, есть земля, ну, пусть это будет заниматься нераспределенная земля. То есть она имеется, ну, и какой-то собственник не закреплен. Нежелание. Нет. Вот эта вся нераспределенная земля, она находится на балансе Министерства имущественных отношений Архангельской области. И по этой логике 97% значит, всех дворов города Архангельска должны оплачиваться, уборка этих дворов, за счет областного бюджета, а не за счет наших с вами денег. И когда мы начинаем говорить о том, что, детская, давай популяющая компания начинаем убирать, это тема не по адресу. Вот проверьте, вот этот список общего имущества, внимательно посмотрите, если вы запрессили, это замечательно. Это касается и управляющей компании, и ТСЖ, любого. Вот список общего имущества в договоре управления многокративного дома, и, соответственно, если там земля. Вот вы, я почему-то уверен, что вы там не вылезли. В Министерстве имущественных отношений. Соответственно, к чему все я это? Предположим, ситуация, что все-таки, вот вы попали в те 3%, и ваш участок под домом выделен. У вас список общего имущества, вот эта земля включена. У вас, вот этот список общего имущества, есть договоры управления многокративным домом. Вы за это каждый месяц платите тысячу рублей. В этом договоре есть, есть, как бы сказать, формулы, как вот эта тысяча рублей формируется. Исходя из чего? Иди, значит, все отталкивается, понятное дело, от метра квадратного. Ну, в большинстве своем. Соответственно, тысячу рублей вы платите, дом у вас проезд не убирает. Что в этом случае делать? В Российской Федерации, это касается не только вот этого, это касается всех услуг по управлению общим имуществом. В Российской Федерации складывается судебная правительство следующее. В том случае, если вы платите за какую-то услугу, она вам не предоставляется, вы делаете акт о том, что эта услуга не предоставляется. как он должен выглядеть этот акт, где его взять, какие обязательные требования. Это все можно взять в интернете. Вы делаете этот акт. Когда вы составляете акт, вы управляющую компанию взаёте к себе письмом. они в 99% не приходят. Письмом взаёте к себе письмому управляющему компанию. Уважаемый Иван Иванович, информируем вас о том, что в соответствии с таким-то пунктом договора вы не исполняете такую-то, ну, предположим, вы не мойте пол в подъезде. Информируем вас о том, что делаем три дня, значит, линк вперёд. Сегодня у нас 11-й, информируем, ну, что 14-го марта, значит, в 18-00. Это не ваша проблема, да, потому что, значит, это для них не рабочее время. Это для вас. Точнее, это, да, не рабочее время. Это удобно для вас. Значит, мы составляем такой-то акт. С соседями. С соседями. Они не приходят, вы делаете, ну, два, лучше три, лучше четыре соседа. Значит, вот это вот этим, вы так смеётесь, вы так со скепсисом к этому, да, то есть? Уже там белые, чихать лучше. А вот сейчас я договорюсь по поводу чихать. Значит, составляете акт. После того, как вы этот акт составили, вы этот акт с сопровительным письмом отправляете в управляющую компанию и пишите о том, что, уважаемый Иван Иванович, акт составлен, давай-ка дорогое дело перерасчёт. Что делает управляющая компания? Он этот документ быстрее всего игнорирует, как у вас. Есть второй акт, есть третий акт. Я, например, знаю, я занимался ситуацией с выгребными ямами на левом берегу. Кто-нибудь есть с левой берегом? Да. Вот есть проблема, значит, есть этот выгребная яма, то есть это туалет прямого падения, она включена в список общего имущества, управляющая компания левобережья должна оттуда, извиняюсь, выгребать, она этого не делает. Составляем акт, уведомляем, что мы потом делаем, потому что я этот рассказывал, идём по пути. Первое, это государственная жилищная инспекция, а самый лучший вариант это ссаду идти с коррективным иском в суд. У нас по гражданскому законодательству мы имеем право требовать со своего, скажем, контрагента, управляющей компанией, это в нашем случае как бы наш партнёр, контрагент, мы можем требовать перерасчёт за последние три года. То есть, если сегодня у нас середина марта 2017 года, мы можем попросить перерасчёт сделать до середины марта 2014 года. Вот сами прикиньте, ну, я могу, конечно, ошибаться, но по моему ощущению, ну, процентов 30 от вот этой пищи можно делать перерасчёт. Это вот это железо. Я вам скажу, что вот этот сам проект вообще, который мы сейчас с вами тут сидим обсуждаем, он родился в Екатеринбурге. Это у них похожая тема. Они сотни миллионов рублей в миллионном Екатеринбурге, экономике. Сотни миллионов рублей. Вот в этой тысяче рублей есть жилищные услуги, да? В этой тысяче рублей сейчас начинают включать общий домовый, значит, начисления по общий домовый. домовый, будет вот это разбирать. Смотрите, вот в тысячи рублей жилищные услуги что сюда включают? Помыть пол в подъезде, сделать осмотр каких-то там общего имущества, убрать снег, в том числе, в том числе, это расходы управляющей компанией на управление управляющей компанией. То есть своими словами это зарплата. Зарплаты и последнее это прибыль. Так вот, вот считаете, значит, в моем доме могу ошибаться, где-то 300 квартир. 300 квартир умножаем на тысячу, получается 300 тысяч в месяц. 300 тысяч в месяц надо заплатить за то, что они что-то убирают, надо заплатить всем зарплаты и логика какая? Это правда, что не платят. Это правда, но знаете, как бы сказать, это точно так же, как в банках, в банках, да, мы, значит, выдаем кредит и вот в этот процент закладываются вот те, кто не платит. Точно так же и здесь закладываются, видите? Так вот, я к чему все это веду? С моего дома, а в управляющей компании не один дом, чем меньше мы делаем вот это вот, расходов по управлению, значит, нашему дому, вот эта зарплата, это более-менее там постоянная величина, что увеличивается? Увеличивается прибыль. То есть, иными словами, если исходить из логики, да, что большинство управляющих компаний в городе Рахангельске, вот этот договор, который они сами уже заключили, не исполняет по нашей пассивности, мы, по сути дела, работаем на карман какого-то дяди. Вот и все. Слушайте, а ОДН должно быть сверху тысячи или в том числе? Сейчас, два года, ОДН. Вы знаете, этот вопрос, мы еще, это дополнительно, этот, сейчас начинаются вот эти вот перетрубации, что, значит, ОДН по электричеству запихивают тысячу. литричеству, а основания это на сверху, почему у нас отдельные. Ну, это в индивидуальном порядке сейчас обсудим. Вот, то есть, иными словами, вот, я практику, я практику знаю, по поводу вас, вот этого акта, идите в суд. Вы знаете, здесь, здесь ситуация пекает. Мария говорила о том, что, о том, что можно большому счету, ну, как бы сказать, отказаться от управляющей компании. Я считаю, что это вообще бесполезно. То, что у нас рынок управляющих компаний в городе Архангельске, он имеет признаки такое понятие олигополия. Это когда есть несколько крупных игроков. У этих нескольких игроков есть, есть, да, то есть, как бы это, у них есть там ООО левобережье 1, ООО левобережье 2 и так далее. И есть компания, например, она владеет 20% рынка. Это складывалось историческим образом в начале 90-х годов, в начале 2000-х годов коррупционным образом, что управляющие компании платили чиновникам в мэрию, а им вот это вот дома, как крестьян, отписывали. Понимаете? И вот такая ситуация, на самом деле, она, я вот как в самом начале говорил, она сложилась как из-за чиновников, так и из-за нашей пассивности. Если вы скажете о том, что давайте, до свидания, управляющая компания, будет другая управляющая компания, ситуация-то не изменится никак. Вот в этой ситуации, по большому счету, надо, надо, надо заставить управляющую компанию исполнять их договор. Надо, знаете, что сделать? Надо сделать не предоплаты от плача и содержания, а по факту исполнения, как по закону о защите прав потребителей. А то у них поднимавансом, а они ничего не выполняют. А надо вот вывезли отходы, выставлять счет. Поэтому, вот смотрите, значит, по поводу актов, еще раз, вот если вы, как бы сказать, считаетесь активным человеком, я вам рекомендую найти сайт ГИС ЖКХ, посмотрите в электронной форме, значит, ваш договор управления многократильным домом. Быстрее всего будут какие-то отклонения от вот того постановления, которое я сказал вам, номер 290. Сейчас я закончу. Значит, если эти отклонения есть, вы можете требовать, чтобы эти позиции были включены в договор. Они включаются в договор, как и список общего имущества. И после этого вы требуете, чтобы оно исполнялось, то, что было написано в договоре. в договоре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...